Я перестал учить русский язык, и в этом видео вы узнаете почему и как это случилось. Я начал изучать русский язык в 2016 году, и я охотно занимался его практикой. После нескольких месяцев изучения я поехал в Москву, и там уже мог чуть-чуть разговаривать с носителями русского языка. Я вернулся домой и продолжал практиковаться ежедневно. И мой русский язык стал намного лучше в течение нескольких лет. Но в какой-то момент после нескольких лет изучения я перестал им заниматься. Почему? Потому что русский язык стал частью моей жизни. Вместо того, чтобы ежедневно слушать аудиокурсы или выучить новые слова, я просто нашлазался тем, что уже мог говорить по-русски и понимать русскую речь. И я читал книги на русском языке, я смотрел фильмы на русском языке. Но самое главное, я общался с русскоговорящими. И в этой истории есть три вещи, которые вы также должны понимать, если вы также хотите хорошо говорить по-русски. Первое и самое главное. Если вы выстроите свою жизнь так, что у вас ежедневно хотя бы небольшой прогресс в русском языке, его изучение больше не чувствуется, как учёба. Это значит, что вы ежедневно двигаетесь вперёд, и вам особо больше не нужна дисциплина, чтобы заставить себя практиковать русский язык каждый день. Я дам вам сейчас хороший пример, как это работает в моей жизни и в жизни других моих студентов. Был период в моей жизни, когда я ездил на работу 20 минут туда и 20 минут обратно. Единственное, что я делал, я просто слушал аудиоуроки всё это время в пути. Это значит, что ежедневно у меня было чуть больше 30 минут аудиоуроков. И за эти полгода мой русский язык очень сильно улучшился. И сейчас я скажу вам самое интересное. После первой или второй недели это стало полностью автоматическим процессом. Каждое утро, когда я выходил из дома, я надевал наушники и просто включал новый аудиоурок. Потом я садился на велосипед, просто ехал и учил русский язык одновременно. Это даже дошло до того, что когда я выходил из двери и не ехал на работу, я делал то же самое на автомате и включал аудиоуроки. Например, когда я ходил в супермаркет или на тренировку. Это стало такой сильной привычкой, что вообще больше не нужно было думать о практике русского языка. И в моей программе The Russian Conversational Blueprint вы найдёте ещё много других примеров того, что вы можете сделать, чтобы изучение русского языка стало приятной и ненапряжной привычкой в вашей жизни. Чтобы вы могли легко практиковаться и чувствовать прогресс ежедневно. Второй пункт поможет вам начать изучать русский язык сразу правильно. Когда я начал изучать русский язык, я пробовал всякие разные курсы, методы и приложения. Я также долго думал о моём изучении английского, французского и немецкого языков в школе. И подумал, почему я хорошо говорю по-английски, чуть-чуть по-немецки и вообще не говорю по-французски. Я спрашивал себя, что хорошо работает для меня. И после этого самоанализа я выбрал те методы, которые больше всего подходят мне самому. Каждому человеку подходят разные способы изучения языка. Если вам нравится работать с учебниками, это не значит, что вашему лучшему другу также подходят эти книги. Поэтому вы должны пробовать разные методы и после этого периода спросить себя, что вам больше всего понравилось и что было самым эффективным для вашего изучения русского языка. Но если вы уже начали изучать русский язык и всё идёт по плану, и вы чувствуете прогресс, то есть, третий вывод особо касается вас. Когда вы перестанете особо думать о том, как вы практикуете русский язык, вы на правильном пути. Успешное изучение русского языка может даже стать чуть-чуть скучноватим. Это происходит, потому что вы сделали изучение своей рутиной. И это очень хороший знак. Когда я понял, что хорошо для меня работает, я продолжал следовать этому пути больше двух лет. И особо ничего не менял. Это тот период, когда я вообще почти забыл, что я изучаю русский язык. Это было что-то такое естественное, что я уже не мог представить свою жизнь без этой практики. Конечно, иногда возникли трудности и я чуть-чуть менял свой подход. Но в целом я просто слушал уроки, учил новые слова, смотрел русские сериалы и говорил с носителями русского языка. И это я имею в виду, когда я говорю, что я перестал изучать русский язык. Если вы используете мой подход, я уверен, что вы тоже можете хорошо говорить по-русски. Поэтому попробуйте разные методы, выберите тот, который вам больше всего подходит. И потом просто продолжайте и не останавливайтесь. Это секрет успешного изучения русского языка. Если вам понравилась идея этого видео, тогда попробуйте мою программу The Russian Conversational Blueprint, которая основана на этих принципах. Вы можете найти больше информации в ссылке в описании.